Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Вот такая солнечная погода сегодня у нас за окошком и день сегодняшний. Прямо невозможно сравнить со вчерашним. Вчера тоже было солнечно, но дул очень холодный ветер. И у нас солнечная сторона. Очень сложно определить, что одевать на улицу. В квартире жарко, уютно. На улицу выходишь без шарфа, просто невозможно. Но сегодня и тепло на улице, и нет такого ветра и солнечного. В сегодняшнем ролике, мои хорошие, не могу не поделиться с вами вот такой красотой. Вчера спонтанно возникло желание сделать в подарок одной прекрасной леди, имя которой по определенным причинам я не могу озвучить. Посмотрите, что я готовлю в подарок. Вот такая красивая корзинка для сладостей. Возможно, даже и фрукты сюда положить, конфеты, пироженки. Можно использовать как поднос небольшой. В общем, вот это, моя милая, прекрасная леди. Я знаю, что ты меня смотришь. И этот подарок отправится скоро тебе. Но не только как идею. Я хочу поделиться с вами еще другими идеями. Вернее, не одной идеей вот этой вот корзинки. А посмотрите, какой красивый, какой шикарный мотив. Я давно этот мотив видела в интернете. Он гуляет уже, по-моему, несколько лет. Посмотрите, какая прелесть. Вчера целый вечер, правда, ушел у меня на его изготовление. Вот так вот красиво он играет на солнышке. И этот мотив можно использовать не только, ну вот, как салфетку, допустим. Вот эту красивую корзинку. Его можно использовать для скатерти. Получится просто красивейшая скатерть. И я обязательно свяжу именно скатерть. Также этот мотив можно использовать, да для чего угодно. Я бы даже связала платье. Вот эта сеточка, вы ее видите, очень напоминает сеточку из ирландского кружева. Но чем вам не ирландское кружево? Я думаю, что платье будет просто красивейшим и великолепным. Тем более, этот мотив можно менять по величине. В зависимости, какие столбики вы будете провязывать. Столбик с двумя накидами, столбик с одним накидом. Я, конечно же, уже слышу вопрос. Дайте, пожалуйста, схему. Схему я дать не могу. Схема именная. Там, ну, как бы фамилия девушки. И я так поняла, что это ее электронный адрес. И я не хочу докапываться. Разрешила эта девушка пользоваться этой схемой, чтобы я вот так вот на всеобщее обозрение ее показывала. Или нет. И поэтому я в силу вот нынешних, нынешней ситуации с авторским правом, я не буду рисковать. Кому нужно, вы найдете эту схему в интернете с легкостью. Просто с легкостью. Мотив избитый. Уже связано много скатерти из этого мотива. Я даже видела платье из этого мотива. Получается просто великолепие. Так что найдете. Что хочу сказать. Как можно изменить этот мотив. Я вязала не по схеме. Вернее, по схеме, но использовала столбик с двумя накидами. Вот вы видите. По схеме там столбик с одним накидом. Естественно, вот эти воздушные петли, вот в этом узоре, ананасик такой, я тоже меняла. То есть, не смотрела на схему, но так как у меня столбик с двумя накидами, естественно, здесь будет меняться количество воздушных петель. Вот, в принципе, и все. А так, схема хорошая. Можно по ней вязать. Значит, этот подарок уйдет таинственной незнакомке. Так получилось, что я даже не знаю, как выглядит эта прекрасная леди. И я очень благодарна, что она согласилась принять подарок от меня. Но поскольку я не знаю, что она любит, как она выглядит, какой у нее размер одежды, я решила сделать универсальный подарок. Я думаю, что она останется довольной. Тем более, я знаю, что она любит пить чай. И вот эта корзинка с этой вот прекрасной салфеткой, которую, я повторюсь, можно использовать просто как салфетку на скатерть. Так, везде солнце, везде тень. Как бы мне так красиво показать. Вот, нашла клочок. И вот эта скатерть тоже отправится этой прекрасной леди в подарок. Но это еще не все. Эту скатерть я уже показывала, как она, откуда она взялась. И как я изменила. Это, в принципе, было полотенце, отправленное мне в подарок от торговой площадки Т-Декор. И я его обвязала вот этой каймой. Получилась красота. Полотенце или теперь уже скатерку я так и не использовала. И вот она тоже поедет в подарок моей прекрасной леди. Ниточки. Вот о ниточках я поподробнее хочу остановиться. Девочки, вот эта пряжа, это итальянский ирис. Я вам всем его рекомендую. Я нашла вот эту пряжу, ну, в этикетке, естественно, это другой цвет. Стоит она очень-очень дешево. И эту пряжу я использовала, когда вязала ирландское кружево для сеточки. Так вот, для таких скатертей, для очень нежного платья очень-очень подойдет. Здесь был крючок единица, но можно вязать крючком меньше. Это, посмотрите, как вам больше нравится. Можно вязать даже эту пряжу крючком 0,5. Но мне не хотелось 0,5, потому что я понимала, что у меня есть вот эта деревянная донышко. И если будет крючок 0,5, то это будет другой размер. То есть, размер уменьшится и мне это не нужно. Но, в принципе, на единице очень даже неплохо смотрится. Так вот, давайте еще раз об этой пряже. Просто волшебная пряжа. У нее потрясающий метраж 450 метров на 50 грамм. 100% хлопок. Это, повторюсь, итальянская пряжа. Стоит вот этот моточек, по-моему, сейчас до 100 рублей. Но, может быть, 100 с копейками. Так вот, теперь давайте поговорим о размере вот этого мотива. Значит, размер по самым выпуклым точкам получается 19 сантиметров. Мы с легкостью можем посчитать теперь расход пряжи. Я уже даже прикинула и посмотрю, есть ли у меня в наличии нужное мне количество. Можно посчитать, сколько же нам купить моточков вот этого ириса. Девочки, вы не поверите. Значит, смотрите. 19 сантиметров так. Ну и будем считать 19 вот так. Ну, потому что мы соединять будем вот здесь. Как раз получится 19 на 19. Давайте округлим до 20 сантиметров и посчитаем. Значит, если брать размер скатерти метр пятьдесят на метр пятьдесят, то нам понадобится, что получается, в метре получится у нас пять вот таких мотивов. И в полметре, ну пусть еще два, да, пусть еще два. Значит, ну пусть три. Значит, восемь на восемь. Шестьдесят четыре мотива нам нужно связать. Восемь на восемь умножаем. Получаем 64 вот таких мотива. Значит, нам нужно связать. Я взвесила, и вот этот мотив весит всего пять грамм. Вот и умножайте. Шестьдесят четыре нам нужно умножить на пять. сколько это получается сейчас посчитаю с математикой туго и так 64 я умножила на 5 5 это 5 грамм весит один мотив получается 320 грамм 320 грамм это получается нам нужно купить 7 вот таких моточков вот вам и расход пряжи это для тех кто будет вязать красивую скатерть ну там получится больше чем метр пятьдесят наверно метр семьдесят на метр семьдесят 320 грамм 320 получается если по 100 грамм даже взять этот этот моток 6 мотков вот и считайте 700 рублей вы потратите на пряжу для того чтобы вот эту связать красивую скатерть дальше что еще хочу о подарках о подарках дальше которые я готовлю да напомню я не сказала крючком единица я вязала вот эту скатерть если вам понравилось а вот это корзинка деревянные донышки тоже мне предоставляла торговая площадка т-декор здесь просто обвязана вот вы видите обвязана сначала в эти дырочки крючком вот по три по четыре столбика я вязала чтобы обвязать это донышко а потом вверх пошла вязать крючком двоечка сейчас покажу эту пряжу это пряжа ирина вот так вот такие оттенки и когда они вместе получается вот такой он красивый светло-желтый бежевый цвет крючком двойка я провязала вот вы видите тут сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 рядочка вверх больше не нужно потому что все таки это не трикотажная пряжа и нам нужно чтобы корзинка держала форму понятное дело ну и слишком высокая не нужно чтобы была видна вот это красивая салфетка внутри вот такой подарок у меня получился но к этому подарку я еще хочу связать такую же салфеточку но меньшего размера у меня есть донышко вот такое меньшего размера которая я покрасила покрасила вот такой акриловой краской вот видите краска акриловая металлик покупала тоже в каком-то рукодельном магазине то ли в леонардо то ли еще где-то уже не помню может быть даже в иголочке но неважно вот эту краску можно купить она подходит даже для тканей а вот вчера я покрасила этой краской это донышко и посмотрите как красиво смотрится это этот мотив это салфетка вот если покрасить донышко в такой цвет просто красота но видите размер не подходит поэтому я буду такую же салфеточку вязать но теперь уже крючком либо 0 6 либо 0 75 и она будет у меня уменьшаться в размерах потому что здесь крючок был единичка ой ну прелесть прелестная посмотрите как красиво смотрится если это донышко положить вовнутрь вот в эту корзинку ну просто прелесть посмотрите я думаю что такому подарку я бы обрадовалась тоже но и это еще не все я же люблю трансформеры и в этой корзинке я сделала петельку сейчас вам ее покажу вот она и эту корзинку можно вешать на стену да еще с этой красивой салфеткой и она будет украшать пока вы не пьете чай она будет украшать вашу стену на кухне сейчас покажу как это выглядит на стене посмотрите какая красота это ну я не знаю мне очень нравится если связать таких корзинок несколько если поиграть с размером допустим меньше размер больше ну вот как донышко внутри она уже меньшего размера можно в принципе связать еще пару таких корзинок и украсить вашу стену причем я говорю вы можете использовать это и как корзинку сняв ее стены и наполним какими-то сладостями конфетками пирожными да и можно потом вот просто повесить на стену где-нибудь на кухонном фартуке ну или еще куда-нибудь и будет очень очень красиво смотреться ваша замечательная кухня так что эта корзинка еще одна идея как панно да почему кухня где угодно можно украсить стены вашего дома ну а у меня еще остались два вот таких овальных донышко и я точно знаю что теперь я точно свяжу сумочку мне нужно просто найти идею овальной салфетки их не так много но я постараюсь найти то есть одна сторона сумочки будет ну связана полностью столбиками без накида обвязана а вторая сторона будет украшена подобной салфеткой но только овальной формы посмотрите как красиво смотрится именно вот не из трикотажной пряжи трикотажная пряжа тоже хороша но для сумочки смотрится грубовато а вот если обвязать просто обычной нашей пряжей которые мы вяжем получится очень нежная и красивая сумочка так что мои хорошие это вам несколько идей и как для вас и как идея для подарков в общем поделилась вот этой своей радостью и на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео если вам понравился этот мотив эта идея пожалуйста напишите комментарий буду очень рада и буду ждать ваши комментарии подписывайтесь на канал на канале много интересных видео видео интересных идей тонкостей и нюансов в вязании да и не только а на этом все я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока